Здравствуйте, друзья! Вы на канале, где мы обсуждаем самые интересные и перспективные технологии, которые уже сегодня начинают менять нашу жизнь. Сегодня поговорим о натрий-ионных аккумуляторах. Эти батареи называют одним из главных конкурентов литий-ионных решений, и многие эксперты считают, что именно они могут стать основой энергетики будущего. Давайте разберемся, чем натрий-ионные аккумуляторы так привлекательны, какие у них преимущества, какие есть проблемы и насколько скоро они войдут в нашу повседневность. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео о самых актуальных технологиях. Не забудьте поддержать канал лайком и репостом. Начнем с главного. Почему вообще возник интерес к натрию? Дело в том, что литий – редкий и дорогой металл. Его добыча связана с большими затратами и часто наносит вред экологии. К тому же, производство лития сосредоточено всего в нескольких странах, что делает рынок зависимым от политической ситуации. Натрий же – это элемент, который содержится в обычной соли и встречается повсюду. Его запасы практически безграничны, а добывать его гораздо дешевле и проще. Теперь перейдем к преимуществам. Первое и самое очевидное – низкая стоимость. Производство натрий-ионных батарей обещает быть дешевле в разы по сравнению с литиевыми аналогами. Второе преимущество – экологичность. Так как натрий встречается повсеместно, добыча и переработка оказывают меньшее воздействие на окружающую среду. Третье преимущество – безопасность. Такие аккумуляторы менее склонны к перегреву и возгоранию, что делает их привлекательными для массового применения. Однако не все так идеально. На данный момент натрий-ионные батареи уступают литий-ионным по плотности энергии. Это значит, что при одинаковом весе и объеме они могут хранить меньше заряда. Например, смартфон с натрий-ионной батареей будет работать меньше, чем с литиевой. Но в крупных системах хранения энергии это не всегда критично. Для электростанции или домашних аккумуляторов важнее стоимость и надежность, а не компактность. Именно поэтому одной из первых сфер применения станут энергетические хранилища. Уже сегодня в Китае и Европе запускаются проекты, где целые контейнеры снабжают натрий-ионными батареями для накопления энергии от солнечных панелей и ветряков. Такая система позволяет сохранять электричество днем и использовать его вечером, когда нагрузка на сеть максимальна. Следующее перспективное направление – электромобили. Здесь пока ситуация сложнее. Из-за меньшей плотности энергии запас хода на натриевых батареях будет ниже. Но производители рассматривают эти аккумуляторы для недорогих городских машин и гибридов. В Китае уже тестируют первые модели электрокаров с натрий-ионными батареями и результаты обнадеживают. Кроме того, такие аккумуляторы отлично работают при низких температурах. Литий-ионные батареи зимой теряют часть емкости, а натриевые показывают стабильные результаты. Это может стать огромным плюсом для северных регионов. Еще одно направление применения – портативная электроника. Здесь пока лидирует литий, но если удастся повысить энергоемкость натрия хотя бы на 20-30%, мы можем увидеть смартфоны и ноутбуки с новыми батареями уже в ближайшие годы. Интерес вызывает и возможность быстрой зарядки. Многие натрий-ионные прототипы показывают отличные результаты. Они заряжаются быстрее и выдерживают больше циклов зарядки-разрядки. Это значит, что такие батареи будут служить дольше, что еще сильнее повышает их привлекательность для производителей. Но главный вопрос, который волнует многих – когда же натрий-ионные аккумуляторы станут массовыми? По прогнозам экспертов, в течение ближайших 5-7 лет они смогут занять значительную долю рынка энергетических хранилищ и дешевых электромобилей. А уже к концу десятилетия мы можем увидеть массовое внедрение и в других сферах. Таким образом, натрий-ионные батареи – это не фантастика, а реальная альтернатива литиевым. Они более дешевые, безопасные и экологичные. Да, у них пока есть недостатки, но прогресс в этой области идет очень быстро. Вполне возможно, что через несколько лет именно эти аккумуляторы станут основой для зеленой энергетики и доступного электротранспорта. А что думаете вы? Сможет ли натрий вытеснить литий или литий-ионные батареи еще долго останутся лидерами? Напишите в комментариях ваше мнение, будет интересно обсудить. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео о самых актуальных технологиях. Здесь мы говорим простыми словами о том, что происходит в мире науки и техники, и вместе разбираем, как это может повлиять на нашу жизнь. Спасибо, что были с нами, до новых встреч!